Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я очень рада, что мы вновь встречаемся в этой студии и встречаемся по очень хорошему поводу. После прошедшего вебинара по витамину Д к Станиславу Викторовичу Мальцеву поступило громадное количество вопросов. И мы решили, чтобы сделать наше общение более таким приятным, ответить на эти вопросы не в письменном виде, а вам лично всем через этот экран. И сегодня я играю роль интервьюера Станислава Викторовича Мальцева, которого вы очень хорошо знаете как руководителя нашего направления по детской нефрологии у нас на сайте Серано. Но кроме этого Станислав Викторович Мальцев, он доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования. Его стаж в педиатрии 57 лет. Вы вдумайтесь, это же целая жизнь. Автор более 550 печатных работ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан. Это стоит дорогого, между прочим, уровень науки в Республике Татарстан очень и очень высокий. Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан. Номинант Российской премии имени профессора Киселя за большой вклад в развитие детского здравоохранения. Я могу перечислить совсем немного людей, которые являются обладателями этой премии. Это, например, Николай Павлович Шабалов. Это детский хирург Григович. И вот теперь Станислав Викторович Мальцев. Это очень приятно. Почетный член Союза педиатров. Под его руководством защищено 8 докторских и 37 кандидатских диссертаций. Главный редактор научного и практического ВАКовского журнала «Практическая медицина». Отличник здравоохранения. Награжден медалями за доблестный труд и в память тысячелетия Казани. Вот такой замечательный человек сегодня с нами. И мы задаем ему вопросы. И специально для вас он отвечает в прямом эфире. Ловите каждое слово. Это дорогого стоит. Итак, первый вопрос. Станислав Викторович. Как правильно рассчитать профилактическую дозу витамина D? Есть несколько источников с разными расчетами. Я понял. Надежда Леонидовна, добрый день. Уважаемые коллеги, добрый день. Мы действительно после каждого выступления по витамину D получаем большое количество вопросов. И нам кажется, что вопросы эти важны не для отдельных врачей, которые об этом пишут, но и для всех слушателей, для всех врачей, всех специальностей. Вот поэтому мы решили ответить публично, говорите, светили этому целую вот эту лекцию, ответы на вопросы. И говоря об этом, я хочу сказать, что профилактическую дозу витамина D3 рассчитать не очень сложно, потому что, как доктор пишет, есть несколько источников с разными расчетами. Есть несколько источников, которые указывают разные расчеты, разные дозы дают. Некоторые пишут, надо 400, кто-то говорит, надо 500, 800, 1000 и даже больше. Поэтому для того, чтобы навести порядок в этом вопросе в России, была проведена огромная работа. При содействии компании Акрихин, группа специалистов, врачей, педиатров, под руководством Ирины Николаевны Захаровой, в 11 городах России провела очень интересную работу по изучению обеспеченности витамином D детей раннего возраста. Ситуация, которая получилась в результате этого исследования, она вот представлена здесь. Оказалось, что нормальное количество витамина D в крови, то есть нормальная обеспеченность, встречается в разных регионах с разным количеством. То есть такие города, как, например, Владивосток, Новосибирск, Казань, всего лишь 15-20%. То есть каждый пятый и шестой ребенок только имеет минимальную обеспеченность. Несколько выше в других городах. Таким образом, вопрос о том, что это нужно давать витамин D всем детям раннего возраста, он получен в результате этого исследования, которое называется родничок. И на основании этого родничка была создана национальная программа по ликвидации дефицита витамина D. И в результате получены данные относительно доз витамина D, холикальциферола, которые необходимо применять для профилактики гиповитаминоза D. Я еще раз подчеркну здесь, что дозы у детей до года 1000 международных единиц в сутки. Я подчеркиваю, не 800, не 600, не 400. Мы сегодня об этом будем говорить. У детей старшего возраста 1-3 года, доза уже 1500 международных единиц в сутки. Ну и, соответственно, по мере роста и развития детей от 13 до 18 лет дозировка увеличивается. Ну, до школьного возраста там 1000-2000 международных единиц, а у подростков, школьников старшего возраста до 3-4 тысяч международных единиц в сутки. Ну и для Европейского Севера, характерного с длинными зимами, конечно, больше. До ранний возраст, значит, у рожденных детей такая же 1000, до второй половине 1500. Ну и по старше не 1000, а 1500 международных единиц в сутки у детей раннего возраста. Но эта доза должна обязательно соблюдаться у всех детей раннего возраста до 3-х лет. Ну и по мере роста и развития детей доза, соответственно, увеличивается. Сразу хочу сказать, что эта доза не зависит от времени года, что очень важно, и не зависит от видоскармливания. Потому что разговор о том, что раз ребенок получает грудное молоко, ему можно не давать витамин D. Раз наступило лето, то можно не давать ему витамина D. Это неправильно. Повторяю, все 12 месяцев в году и детей раннего возраста, находящихся на грудном скармливании и на искусственном скармливании, ну и потом дети в обычном детском питании в возрасте 2-3 года и старше. Спасибо. Я еще хочу сказать, что национальная программа, на которую ссылается Станислав Викторович, есть у нас на сайте. Есть на сайте edupediatrics.com. Вы можете посмотреть ее там и проверить все эти дозировки или уточнить то, что вас конкретно интересует. Следующий вопрос, Станислав Викторович. В какой форме лучше давать витамин D? Одни педиатры рекомендуют аквадетрим, другие вегантов. Какая форма усваивается лучше? Какую форму препарата D лучше назначать недоношенным? В какой форме вы рекомендуете принимать витамин D? Водный раствор, масляный или таблетированная форма? Вопрос совершенно правомочный. И надо сказать, что, конечно, идет речь и об аквадетриме, водном растворе холикальциферола, идет и о других препаратах. И надо тут сказать прежде всего о том, что вот эта национальная программа, о которых я говорил, о которых подчеркнула Надежда Леонидовна, она проведена не только в 11 городах России, но она проводилась в течение трех лет. В течение трех лет всем детям раннего возраста в этих городах использовали аквадетрим. И задача наша была доказать, есть ли противопоказания для аквадетрима, есть ли побочное действие, нет ли интоксикации от применения вот этого препарата. И говоря о аквадетриме в водном растворе, я хочу подчеркнуть, что водный раствор создан специально с помощью мицелирования для того, чтобы облегчить всасывание и метаболизм холикальциферола у всех детей. К сожалению, дети не все здоровы. Дети бывают больные, дети недоношенные, родившиеся с малой массой, дети при наличии желтухи, затянувшиеся желтухи, даже физиологические желтухи, дети, страдающие аллергическими заболеваниями, а у нас каждая третья имеет аллергическую реактивность например при атопическом драматите, при расстройствах пищеварения, при муковисцидозе, при перинатальной патологии центральной нервной системы, когда мы имеем достаточно большой спектр клинических проявлений, вот во всех этих случаях наиболее показан именно водный раствор витамина D, потому что он облегчает всасывание этого витамина. Аквадетрим водный раствор – это мицелированный раствор, который обеспечивает хорошую степень всасывания, независимо от возраста, от патологии, от состава пищи, от состояния желудочно-кишечного тракта. Что такое мицелирование? Мицелирование – это процесс, в результате которого молекула холикальциферола получила как бы новый вид. Гидрофобные концы, они сориентированы внутрь, а гидрофильные, которые могут растворяться в воде, наружу, в итоге жирорастворимый витамин стал водорастворимой. Одна капля этого водорастворимого, водного раствора Аквадетрим содержит 500 международных единиц. Ну вот на этом слайде еще тоже хорошо показано, что вот эта жировая основа витамина D, она находится внутри этой, так сказать, вот капельки, а гидрофильные хвостики, они снаружи, и гидрофильная головка. Таким образом, повторяю, вот масляный раствор стал водорастворимым для того, чтобы он более энергично всасывался, чтобы он весь поступал в организм, и это облегчает процессы метаболизма холикальциферола. Надо сказать, что для того, чтобы облегчить вопросы поступления Аквадетрим для детей, у детей особенно 2-3 лет, созданы таблетки Аквадетрим растворимые. Это тоже холикальциферол, в основе его тоже мицеллированный раствор, мицеллированный, так сказать, холикальциферол, но он хорошо очень растворяется в воде, поэтому некоторым деткам не нравится анисовый вкус водного раствора, и вот поэтому для профилактики лечения дефицита витамина D, профилактики лечения рахита, остеопороза можно применять таблетки растворимые. Они тоже содержат 500 международных единиц. Их можно большему старшему ребенку просто положить в рот, он растворится во рту очень быстро, можно растворить в грудном молоке, можно растворить в водичке, то есть возможности поступления Аквадетрим в виде водного раствора в каплях или таблетках, они достаточно сейчас доступны, и это надо использовать. Спасибо огромное. Ну вот известно, что доза витамина D для профилактики рахита у детей до двух лет – это 1000 единиц в сутки. А вот разработаны ли дозы витамина D для профилактики частых ОРЗ у школьников? И какие дозировки назначать этим детям и школьникам для профилактики ОРЗ? Уже не о рахите, а от ОРЗ. Значит, что я могу сказать, что вот эта ваша фраза, которая поступила от врачей, до двух лет 500-1000 международных единиц, разработанная в результате выполнения вот этой программы, национальной программы по изучению обеспеченности, надо внести коррективы. 500 международных единиц сейчас не назначается. Это очень малая доза, и у детей, повторяю, до года надо не менее 1000 международных единиц. Это первая ситуация. Вторая ситуация – когда дети болеют обычным ОРЗ, а обычным ОРЗ болеют 4-5 раз в год большинство детей, особенно посещающие школы, особенно посещающие дошкольные учреждения, то им надо продолжить дозу профилактическую именно в этой дозе. Другое дело – профилактические ОРЗ. Если ребенок относится к группе часто болеющих, если ребенок имеет какие-то заболевания внутренних органов, поражение мочевой системы, перинатальные повреждения центральной нервной системы, какие-то расстройства пищеварения, то в этом случае мы уже можем от профилактической дозы перейти к лечебной дозировке, потому что это нужно уже и для лечения этих заболеваний. И дозы, соответственно, увеличиваются до 2 и даже 2,5. Ну, а назначение вот доз с помощью особого приема, когда мы определяем обеспеченность витамином D, это нужно для тех детей, которые относятся в группу риска. Это дети повторяют заболевания внутренних органов, эти болезни повторные, респираторные заболевания. Вот тут должен быть индивидуальный подход для определения реакции организма ребенка на ту или иную дозу витамина D. Вот опять-таки хочу сказать, что вот эта картинка я специально показываю несколько раз для того, чтобы вы посмотрели и запомнили эту дозировку. И надо сказать, что вот эти 500-800, о которых пишут за рубежом, чтобы вы это забыли. Вот это очень важная картинка, которая отражает результаты работы, которые выполнены несколько лет тому назад. Прием витамина D 400-500 международных единиц не дает достаточного повышения витамина D в крови. И поэтому доза абсолютно недостаточная. Даже если мы дадим тысячи международных единиц, то уровень мы поднимем только до 20 нанограмм на миллилитр. Поэтому доза у детей старших годов должна увеличиваться в соответствии с возрастом этих детей. Это первая ситуация. И вторая ситуация, вот мы будем вести разговор сегодня, я в лекции уже говорил о том, что существует так называемая витамин-д гормональная система, которая работает у каждого человека сугубо индивидуально. Мало дать какую-то дозу витамина D. Надо, чтобы он был утилизирован, надо, чтобы он был использован. И в этом отношении вот витамин-д гормональная система у каждого человека, она работает по-разному. Особенно у людей с хронической патологией, у лиц пожилого возраста. И в этом отношении, конечно, дозировка должна подбираться индивидуально. Говоря об этом, я хочу напомнить вам о том, что теперь в мире все говорят об одной очень важной ситуации. Существует индивидуальная вариабельность ответа на одну и ту же дозу витамина D. Вот вы спросили об ЭРЗ. Представим часто болеющего ребенка, который болеет 6-8 раз в год. И, конечно, ему нужно подбирать индивидуальную дозу для обеспечения витамином D. Вот, в частности, наши исследования показали. Мы взяли группу детей раннего возраста, которые имеют очень низкую обеспеченность, менее 10 нанограмм на миллилитр. И, согласно рекомендациям, мы дали 4 тысячи международных единиц для коррекции. И что мы получили? Мы получили, что высокий ответ только у 20% детей ожидаемый, средний ответ у 22%, а 43% детей, то есть почти половина, они отреагировали очень слабо. То есть им дозировка нужна большая. И вот в этом плане оценка вариабельности, оценка реакции организма на витамин D должна входить в нашу практику, в нашу работу, потому что именно она может определить ту дозу, которая нужна для каждого ребенка. Ну и в зависимости от того, какая доза витамина D у ребенка определяется при изучении обеспеченности, определении в крови 25-окси, назначается коррегирующая доза. Вот я сказал, что мы смотрели детей, у которых меньше 10 нанограмм на миллилитр, и все получили 4000 международных единиц в течение месяца. Если всего лишь небольшой дефицит, 20-30 нанограмм на миллилитр, то дается в течение месяца около 2000 международных единиц, а дальше желателен контроль или перевод на профилактическую дозу витамина D. Спасибо огромное. То есть мы сейчас поговорили уже о лечебных дозах, то есть тогда, когда сначала определяется уровень, а потом уже назначаются вот такие специальные дозировки. Станислав Викторович, спасибо вам огромное. Мы очень рады, что вы поделились с нами такой ценной информацией. Спасибо и до новых встреч. Витамин D Она режет длинные цепочки жиров на более короткие, которые участвуют в образовании мицеллы. В тонкой кишке процесс мицеллирования завершается и образуются мицеллы. Недостаток желчных кислот в пищеварительном тракте усложняет процесс мицелообразования и может резко снижать усвоение масляного раствора витамина D. Аквадатрим – единственный в России водный раствор витамина D, который производится в Европе. Водный раствор витамина D хорошо всасывается благодаря тому, что поступает в организм, уже готовый для усвоения мицеллированной формы. Аквадатрим выпускается и в виде таблеток, которые можно растворить в воде или непосредственно во рту. При растворении таблетки также образуется водный раствор витамина D. Аквадатрим – витамин D номер один. Аквадатрим – витамин Д номер один. Субтитры создавал DimaTorzok